Добрый вечер, дорогие телезрители! Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы, ведь сегодня мы поговорим с вами о конном спорте, а также о велоспорте. Да, дорогие телезрители, добрый вечер. И надо сказать, что 9 мая у нас состоялось открытие скакового сезона. Большие скачки прошли у нас в городе Якутске ко дню победы, традиционные скачки. И вот мы сегодня пригласили гостей, чтобы обсудить начало сезона и, конечно же, прошедшие соревнования. Итак, сегодня в нашей студии Александр Афанасьевич Капитонов, исполнительный директор Федерации конного спорта Республики. Здравствуйте. И Николай Иннокентьевич Румянцев, член Федерации конного спорта Намского Улуса, а также владелец скаковых лошадей. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Афанасьевич, расскажите, как же прошли эти скачки, традиционные скачки, насколько они были массовые, сколько было участников и вообще пришли люди посмотреть на это зрелище? Да, 9 мая, несмотря на непогоду, там маленький дождик был, все равно на трибуну правая сторона была наполнена поклонниками скачек. Скачки, мне кажется, прошли весьма и весьма интересно. Мы давно так интересно не скакали, скажем так. К каждому заезде, скажем так, по 6-7 лошадей, это раньше такого не было. Мы раньше скакали по 4-5, вот так потом скакали. Ну, то есть уровень соревнований вырос, да? Да, 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 несомненно. Конкуренция? Я бы сказал, подметил, что вот все три надделения, которые сейчас принимают участие, их уровень, вот квалификации тренеров, жокеев и вот класс лошадей, он намного вырос. Вот последние, скажем так, 5-6 лет уже вот заметно вырос. И это замечательный показатель, да? Да, да, да. И надо поздравить, конечно же, Николая Накентьевича, да? Спасибо, спасибо. Ваш скакун, да, Хевенли Стрит, стал победителем главного забега. И расскажите, пожалуйста, ваши эмоции. Ожидали ли вы этой победы? Я начну с того, что я эту лошадь перебрел 3 года тому назад. И первые скачки, которые он начал в сезоне 15-го года, это были тоже скачки 9-го мая на переды героя Советского Союза Федора Попова. Человека, которого я с детства уважал, обожал. И тогда, когда первый раз мой конь выиграл этот приз, мне было радостно. И я вот восхищался. Я никогда, на самом-то деле, раньше в течение 20 лет мимо ЕГСК проезжал, мимо ЕГСК проезжал и ни разу не заглядывал, ни разу даже не был на скачках. Но после того, как я перебрел эту лошадь, у меня загорел желание уже третий год подряд, вот в 15-м году, в 16-м году. И вот в 17-м году он выигрывает самый главный приз, приз Федора Попова, выигрывает моя лошадь. На 9-го мая. Это и стимулирует, наверное, участвовать каждый год. И тогда, когда День Победы побеждает моя лошадь, я всегда чувствую гордость и чувствую ожидание, что это начало сезона, и моя лошадь выиграла первую скачку. И это означает, что она действительно, эта лошадь с характером, и если она начала сезон с Победой, то он обязательно завершает сезон с Победой. Поэтому это то, что он, между прочим, выиграл очень хорошим, большим отрывом. Поэтому мне приятно смотреть было. Николай Накентьевич так рассказывает эмоционально про достижение своего коня, да, вот именно, как будто, вот знаете, нередко, не зря многие люди сравнивают вот уход за лошадьми, как практически за детьми. Вы выращиваете, и, конечно, гордитесь достижением практически как достижениями своего ребенка в любом другом виде спорта. Правильно, да, мы даже зимой, пусть будет 50 градов, пусть будет 60 градов, мы зимой, каждые выходные лошади зимой стоят на мцах. Это отсюда 8 километров. И каждое воскресенье с семьей, я, жена, дочка, ездим в Хамагату, и каждое воскресенье кормим свою лошадь яблоками, сахаром, морковью. Поэтому она нас ждет, когда мы заходим, и даже за стеной начинаем уже хевели, хевели, он начинает стучать копытами. Сейчас она издалека знает. Вот она, любовь, да? Александр Афанасьевич, скажите, пожалуйста, вот у нас сезон начался, ну, конечно же, это были первые скачки, большие скачки, да? У нас впереди еще много скачек. Расскажите, пожалуйста, про планы федерации, про календарный план. Что нас ждет в этом году? Да, действительно, у нас в плане 15 республиканских скачек запланировали на этот скачок сезон. Пять скачек уже провели с успехом, скажем так. И у нас сейчас будут разыграны основные призы, вот, допустим, Ильдархан, приз дерби, критерий. Ну, у нас в целом ежегодно мы разыгрываем 13 традиционных призов стоимостью от 2 миллионов и до 100 тысяч, допустим. И хочу отметить, что в этом году Ильдархан, Евграф Найч, увеличил приз Ильдархана до 3 миллионов. Если мы ранее скакали, у нас 2 миллиона было, сейчас уже с этого года будет 3 миллиона. То есть команда-победитель получает 3 миллиона? Да, 3 миллиона мы делим на 4 призовые места, допустим. И 12 июня, как раз в день России, в день России жуна, мы в Ильдархане проводим отборочные скачки. Это как бы традиция, где будут принимать участие лошади, которые будут заявлены призы Ильдархан стоимостью 3 миллиона, а также приз дерби 1 миллион. И в 19-е мы разыграем, получат лошади путевки. Один бокс уже забронирован за... Хаймельстит. Николай Николаевич уже знает, Хаймельстит уже стоит. Мы будем отбирать 9 участников. Так, потом... То есть лучшие из лучших, да? Да, да, да. Вот они по 3 заездам, мы выявим 9 лошадей, участников вот этого приза. И приз, вот этот, все ожидает, вот самый значимый приз. И не менее важен приз дерби. Потому что приз дерби, он все-таки... Традиционный скаковой приз дерби. Он мирового уровня, скажем так. Ну, надо, наверное, пояснить, приз дерби вручаются скакунам, которым определенный возраст, да? Насколько я знаю. Или как отбирается? Нет. Мы отбор, у нас положение уже разработано давно. Мы его не меняем. Лошадь должна перезимовать в условиях Якутии. Главное, самое главное. Да. И смотрим рейтинг выступлений, вот, за прошедшие вот два сезона. Да. А еще ходили такие слухи, да, среди любителей конных скачек, что вот приз Илдархана, самые главные скачки, которые традиционно проходят в день Исеха, да, в городе Якутске, да, что его хотят перенести вот на Исех Аланхо, Вилюйске или еще куда-нибудь. Ну вот, я думаю, что многим это интересно будет. Разведите этот миф или... Да, да, да. Такая информация была, но сегодня я разговаривал со Сеем Сергеевичем Николаевым, президентом Федерации конного спорта, где он конкретно сказал, что приз Илдархана будет развиваться в Якутске. То есть это будет проходить у нас на ипотроме? А где? На ипотроме? Академия или... Нет, почему? Если мы отборочную скачку проводим в Исхатынг, то, соответственно, приз Илдархана будет разыгран в Исхатынг. Тоже на новом нашем ипотроме, да? Да, да. Ну, ипотроме Исхатынг, он уже работает с 2013 года. 2013 года мы уже успешно там скачем. Но мы традиционно, конечно же, знаем, что наши главные скачки обычно проходят все-таки на ипотроме Игостада. Там массовость, там, извините меня, 10 тысяч человек. Помещается, да? Да. 10 тысяч посадочных мест, он полностью бывает заполнен. Плюс еще стоят по периметру уже подром. Это где-то по милицейским сводкам я как-то удалось мне посмотреть. День розыгрыша Илдархан присутствует где-то 11 тысяч. 11 тысяч зрителей. Это, наверное, самые массовые спортивные мероприятия. Да, да, да. Любят, любят, да, все-таки у нас скачки. И потом у нас в этот 24 июня будут командные скачки, которые тоже ребята принимают в силу участия. 25 мы разыграем призы Дерби и остальные призы. И 26 планируем разыграть приз Илдархан. То есть насыщен у вас календарный план. Да, у нас информация такая верная, что... Любителям конного спорта будет на что посмотреть, да? Николай Накентьевич, а расскажите, пожалуйста, как давно вы стали увлекаться вот именно лошадьми? Это любовь, наверное, великого с детства была. А вот именно как вы пришли вот именно в конный спорт? И вот немножечко о своем любимце, ну вот об этом победителе, откуда он? Ну и вот немножечко. На самом-то деле, конечно, я верхом на лошади начал кататься с детства. С пятого класса, видимо, когда я был на Сенкосе. Именно меня доверили лошадь, и я собирал, ну, на корабле сидел и собирал. Поэтому с тех пор, наконец, сижу. Но на самом-то деле лошадь появилась три года назад, тогда, когда мы приобрели вот лошадь... Хевель Мститт, вот здесь на фотографии. Где его? С тех пор, да, с тех пор, вот она... Откуда его родом Хевель Мститт? Да, мы его перевезли в Казани, купили в Казани. В Казани он тоже неплохие места занимал. Первое, второе, третье места занимал. И лошадь на самом-то деле очень хорошая своим характером. Самое главное, лошади на самом-то деле, как у человека, тоже характер должен быть, оказывается. Он на характере, в прошлом году выиграл Кубок Леги на характере. Он шел шестым, где-то метров сто двадцать позади шел, но на характер выиграл. Понимаете? Поэтому я благодарен на самом-то деле нашему тренеру Ядриву Сергею Петровичу. И благодарен нашему президенту Федерации нам-клуса Ермею Алексею. И вот мы, как целая команда, ну, однако, три года назад наша федерация появилась. И мы, как одна команда, сейчас практически у нас полный состав лошадей. Мы в прошлом году переобрели одну лошадь, то есть я элит-таркида переобрел. В этом году она вот на празднике поеда стала вторым. И вот недавно, извиняюсь, вот недавно, полтора месяца назад еще одну лошадь мы переобрели. Еще будущий чемпион, да? Эдимон, это получается у нас, у меня третья лошадь, его зовут Эдимон. Вот это да, команда намского улуса, да? Берегитесь, да, берегитесь. Команда сформирована. Она нынче на президента стала третьим, и на день победы стала третьим. Ну, Николай Иннокентьевич может рассказывать о своих лошадях, наверное, бесконечно. Но время нашего эфира ограничено. Сейчас нам необходимо идти на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. А вам спасибо большое, что сегодня пришли и рассказали про открытие с какового сезона. Мы надеемся, что все скачки будут очень зрелищные. И мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы по номеру телефона 42 38 97. И далее мы поговорим с вами о велоспорте. Очень интересная тема, ведь у нас сезон велоспорта открыт. И любителям, наверное, велоспорта будет вдвойне интереснее сегодня посмотреть наш эфир. Ну а начнем мы с короткой, небольшой викторины. Специально для вас, дорогие телезрители, приз от наших гостей, с которыми мы познакомимся чуть позже, это у нас фонарь. Фонарь на велосипед. И вопрос звучит следующим образом. Кто был первым председателем Федерации велоспорта Республики Саха-Якутия? Еще раз, кто был первым председателем Федерации велоспорта Республики Саха-Якутия? Если вы знаете правильный ответ, звоните к нам по номеру телефона 42 38 97. Да, обязательно звоните и получайте замечательный приз от Федерации велоспорта Республики Саха-Якутия. И давайте перейдем к нашим гостям. Давайте познакомимся. Итак, ближе всех ко мне Владимир Тимофеев. Победитель вот гонки традиционной, которая прошла у нас 9 мая в День Победы. Гонка, которая называется Салют Победы. И еще один победитель, но уже среди девушек, Ие Панова. И наш заместитель председателя Федерации велоспорта Республики Саха-Якутия Андрей Попов. Добрый вечер. Андрей, первый вопрос будет к вам, как к председателю Федерации. Заместителю председателя Федерации. Это у вас ежегодная гонка Салют Победы. И проводится она, если мы знаем, с 2006 года. Вот. Сколько человек приняло участие в этом году? Есть ли какая-то у нас деградация, может быть, немножечко? Или же все-таки у нас люди стали больше увлекаться велоспортом? Вот именно немножечко статистики по гонке. Так, ну вообще, с каждым годом по Якутии мы наблюдаем то, что чуть ли не в геометрической прогрессе увеличивается количество людей, которые занимаются велоспортом. Ну вы сами, наверное, замечаете то, что на улице раньше не было велосипедистов. Сейчас вот, скажем, годом покупают. Тот же спортмастер зайдешь, там полностью все витрины велосипедистами забиты. И получается в этом соревновании «Лосиные бега» салют победы. Сначала соревнование называлось «Лосиные бега», потому что по аналогии с западными соревнованиями, когда люди бежали марафоны, их называли «Лосями», типа супермощные ребята такие. Потом вот приурочили к 9 мая в память о ветеранах некую историю. В этот раз участвовало 25 человек всего лишь. Ну это, видимо, погодные условия там или праздник, там кто-то хотел отметить. А вообще федерация примерно сколько человек сейчас насчитывает? Людей, которые занимаются спортом? Ну в 2016 году было порядка 400 с лишним участников. То есть достаточно большое количество. Это люди, которые регулярно участвуют в соревнованиях и в ваших мероприятиях, правильно я говорю? Да, то есть вот, допустим, в 2011 году было всего лишь 5 мероприятий, так как и в 2012 году участников было 88 и 81. В 2013 году 10 соревнований, в 2014-11 было по 100. А в этом году сколько было? В 2015 году, соответственно, было 20 и в 2016-21 соревнований. Участников было уже 368 и 451. То есть количество участников очень сильно растет и это сильно радует. Ну тогда перейдем непосредственно к самим участникам. Ия и Владимир, это у нас победители гонки «Салют Победы». Первый раз ли вы участвовали в этой гонке или, возможно, уже не первый раз и являетесь победителями? Расскажите немножко именно про эту гонку. Владимир. Я участвовал в «Лосиных бегах» уже третий раз, занимаясь самим велоспортом 2,5 года. А так на велосипед лет 7 назад сел. Просто так. Как бы целью была изначально похудеть. Потом похудел, занялся спортом. Мне как бы это очень понравилось. Вы еще похудеть желали, да? А вы сейчас активно участвуете на соревнованиях, которые проведет наша федерация, да? Регулярно. То есть занимаетесь велоспортом. Ни одного не пропускаю по возможности. То есть участвуете практически во всех соревнованиях, да? Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, вы участвовали во многих соревнованиях. Для вас самая главная победа какая была? Вот это, конечно, самая главная победа. То есть из тех, что у меня были. А какой был заезд, да? Что за гонка? По какой местности? Да, дистанция какая-то. Гонка произойдет Покровск-Якутск. Это старт возле 20-го спорта города Покровска. И финиш возле перекрестка с хатасами на Покровском тракте. Это сколько километров получилось? У меня по спидрону получилось 69 километров. Ничего себе. 69 километров. И за какое время вы это преодолели? Я преодолел первым получать дистанцию за час 44 минуты. Достаточно долго, да? Час 44. А вот тогда перейдем не поздравиться к девушке. Но девушка и Апанола, мы знаем, что вы установили в этой гонке рекорд. И вот расскажите о своем достижении. Я в соревнованиях в осиных вегах принимала участие второй раз. Первый раз я принимала участие в 2015 году. Было очень тяжело. И приехали мы с девушками больше, чем за 3,5 часа. То есть я очень устала на самом деле. Было тяжело, действительно. В 2016 году я не участвовала. В 2017 я решила все-таки принять участие, поскольку это соревнование все-таки достаточно хороший повод для этих соревнований. Все-таки День Победы. И у меня была задача, на самом деле я мечтала выехать из 3 часов. То есть если я тогда 3,5 часа очень сильно страдала, в этот раз я думала, вот мне бы из 3 часов выехать, из 3 часов выехать. Ну и получилось. И выехала на первое место. Да, и за 2 часа 36 минут приехала. Ну это практически час отставания от мальчиков. Тем не менее, да, это рекорд среди девушек у нас, да, в республике в основе. Ну на лосиных вегах это да, это лучший результат. А именно на велосипедах. А это самая большая дистанция у нас в республике на соревнованиях. Есть осенняя сотка, там 100 километров велички. 100 километров, да. А вы участвовали тоже? Да, тоже участвовал. И как? Ну похуже, конечно, чем сейчас, но тоже есть к чему стремиться. Ну вообще это все-таки групповые гонки. Соответственно, тут время не важно. Главное победа. То есть если бы это была индивидуальная гонка, то есть каждый человек по отдельности стартует, то там уже да. Ветер, погода, как бы вносят свои коррективы в соревнованиях очень сильные. А так вот Ия, получается, проехала за час 30, да? За два. За два 30. Да, точно, за два 30. Ну вообще в первых соревнованиях за такое время самые лучшие спортсмены, которые у нас были, они еле как в такие рамки улаживались. И с каждым годом, соответственно, время постоянно уменьшается. Отсюда тогда возникает вопрос. Вот и к Ии, и к Владимиру. Вы относитесь все-таки к велоспорту как именно к спорту, или все-таки это у вас повседневная жизнь и средства передвижения? То есть, допустим, я знаю, что Ия у нас является вообще многодетной мамой. И вот когда вы успеваете? Ведь велоспорт, это в основном заложен он на практике. То есть это нужно постоянно крутить педали. И то есть когда вы успеваете, и вот именно как можно добиться таких хороших результатов? Ну я уже говорила о том, что я не считаю себя прям настоящей спортсменкой. Я просто увлекаюсь велосипедом. Мне это доставляет удовольствие. Я на велосипеде езжу вот в этом году круглый год. И я на работу езжу, по делам езжу, с детьми гуляю, с собакой гуляю. То есть специально время для тренировок, фактически, ну так, чтобы вот надо пойти потренироваться, я не выделяю. У меня получается все совместные какие-то мероприятия с девочками из велогруппы, со своими детьми. По делам куда-то там надо далеко поехать, да, и так далее. То есть у вас практически это каждый день тренировка? Ну да, можно сказать, что у меня тренировка каждый день. Я знаю то, что я еще собаку увы. Да, но мы с собакой тоже гуляем на Хатестахе, на 202 микрорайоне, там час-полтора с ней иногда гуляем. Замечательно. А Владимир, как часто? Вы отдельно выделяете время для тренировок или все-таки в течение дня передвигаете? Прямая противоположная сия. Для меня это совсем, это спорт, это жизнь, это главное для меня. Я отдельно и время выделяю, и все выделяю на это. И деньги, и время. Ну получается, у меня, если удачно с работой все получится, то 40 часов в неделю тренировки. 40 часов в неделю? Да. А где вы успеваете кататься? У нас в принципе не так много мест где. Великий тракт, трасса. На Великий тракт. Ну как бы трасса новая, она очень хорошо готова, там транспорта мало, машин мало. А вот интересно, сколько километров надо проехать, чтобы почувствовать себя, ну вот как я потренировался достаточно, да, и можно домой поехать. Для каждого это совсем разные рамки. Ну в вашем случае. Кому-то 10 километров это много, а кому-то там 140, это нормально. А вам сколько? А вам сколько обычно? Ну, обычно. По выходным я наматываю 140 километров где-то так. Для меня это нормально. А и? У меня максимальный мой заезд был в каком-то году, когда мы ездили в поход на Иланку. Там было больше 200 километров, но это было за 3 дня, ну 2-3 дня. Ну такое приятное с полезным, да? Да, да. Совмещаете. То есть я начала втягиваться, вот именно заниматься велосипедом, активно, часто много ездить, именно с велосипедных походов. Ну вообще советую начинающим велосипедистам по пульсометру кататься, то есть есть специальные датчики, которые цепляются на грудь и показывают пульс. Да, как бы если за сердцем не следит, можно сердце вот посадить. Ну то есть необходимо обязательно контролировать и следить за этим, то есть могут многие увлечься сильно, да? Если конкретно спортом заниматься, то вот пульсометр обязательная штука. Ну то есть допустим... Про это надо будет поговорить еще обязательно. Да, да, это мы немножечко поговорим активно, да, во второй части, про безопасность. Потому что про это надо будет говорить более обстоятельно, наверное, да? У нас остается немного времени до рекламы. И вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Федерация велосипедного спорта, да, сколько вообще соревнований в этом году будет? В этом году порядка 22 соревнований будет. Это республиканские большие соревнования, которые... В рейтинг входят всего ежегодно 6 кросс-кантрис соревнований и 6 шоссейных соревнований. То за каждое соревнование начитывается определенное количество очков. То есть выделяется 2 основных по шоссе и 2 основных по кросс-кантрис. За них 100 очков выдают за победу. За авторсепенный 50. Также, кроме этого, есть детские велогонки, которые проводит Анна Белобородова. Ну, тоже заместитель Федерации по детским гонкам. Также есть и даунхильные гонки. Это экстремальный спуск с горы. Также есть эндуро. Это вот облегченный вариант даунхила. То есть можно даже на муниципли, на BMX спускаться. Ну, то есть это такой для всех. И есть BMX. То есть дети обычно занимаются. BMX, кстати, очень хорошая дисциплина для детей. Многие недооценивают этот вид спорта. В том плане, что это как турник. То есть человек постоянно прыгает, прокачивает свои мускулы. Надо, наверное, чуть-чуть пояснить. BMX это вот на маленьких велосипедах, которые совершают различные акробатические трюки. Ну, не акробатические, это получается аналог спринта. Спринт на 5-10 секунд там, допустим, езжи. Вы сами знаете, как выглядят бегуны-спринтеры. Это гора мускул. То же самое и с BMX. То есть BMX среди велосипедистов это такие качки. Итак, ну, очень интересная тема, про которую тоже говорить можно бесконечно. Нам сейчас необходимо идти на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим на данный момент о велоспорте Республики Саха-Якутия. И да, и не забудьте про наш вопрос в викторине. Кто был первым председателем Федерации велоспорта Республики Саха-Якутия? Еще раз добрый вечер. Мы сейчас говорим про велосипедные гонки. И у нас в гостях наши замечательные спортсмены и заместитель председателя Федерации велосипедных гонок. Давайте еще раз поприветствуем наших гостей. И уже перейдем к более такой практической части, скажем так, да, к практическим вопросам для тех, кто хочет заняться велосипедным спортом. Существует у нас в студии сегодня два разных велосипеда. Это горный велосипед и шоссейный велосипед. В чем же разница, мы попросим, наверное, рассказать Владимира и Андрея. Главное показать, чтобы телезрителям было понятно, какова разница между горным и шоссейным велосипедом. Давайте начнем с горного велосипеда. Это как наиболее популярный вид транспорта у нас в городе. Ну, вообще, если по городу просто кататься, достаточно и обычного городского велосипеда, но у нас в магазинах преобладает почему-то горный велосипед. Это вот специально... Наверное, связано с дорогами нашей. Практически передвижение как по горам, да? Да, это получается спортивный снаряд для гонок по переченной местности. Он преобладает агрессивными покрышками, рамой такой, чтобы не слишком ударяло в пятую точку. И амортизатор передний, там тут несколько скоростей, то есть спереди три скорости, сзади, ну, тут, допустим, семь скоростей. А так бывает по девять, десять, одиннадцать сзади. И, соответственно, там может до тридцати трех. А насколько дорого, в общем-то? Дорого. Ну, вообще, это зависит от кошелька, то есть на любой кошелек... Можно найти, да, велосипед. Найдется свой владелец. Также можно еще посмотреть велосипед на доске, там, допустим, на велорынке. Там можно дешевле велосипед найти уже, ну, бывшего употребления. Но нужно при этом иметь знакомых, которые натолкнули бы, да. Ну, то есть посмотрели велосипед, оценили там. Потому что бывают велосипеды, такие, которые продаются в хозяйственных магазинах, там, на рынках. Это даже не велосипеды, а макеты велосипедов. То есть... Все-таки это должен быть достаточно... Специализированный магазин, да? Скажем, подготовленный, все-таки, инвентарь, скажем, да, спортивный. То есть не просто, вот, действительно, здесь купили на рынке, которые, как вы сказали, практически макеты, а не велосипеды. Ну, человек, который не разбирается в велосипедах, он приходит в магазин, у него на карточке есть определенная сумма денег. И продавцы, они на это, как бы, рассчитывают, производители. То есть человек придет, увидит там крутой велосипед с задними амортизаторами и подумает, займусь, как я, спортом. Андрей... Так что обязательно нужно иметь знакомого, который бы вам рассказал, либо читать много, очень много в интернете. Андрей, а у меня возник вопрос. Вот я смотрю на вас и вижу, что у вас определенная обувь. Неужели для передвижения вот по городу вообще на велосипеде очень большую роль играет и обувь? Или все-таки можно и в простой обуви? Ну, вот эта велосипедная обувь, она называется велосипедные контакты. Это по аналогии с лыжными гонками. То есть ноги, они прицепляются к лыжам и, соответственно, поднимаются. У вас ноги прицепляются к педалям? К педалям. То есть это нужно, чтобы не болели колени. То есть если человек очень много катается на велосипеде, то колени постоянно из стороны в сторону так и штаются, и это вредит суставам. И если вы хотите очень долго кататься на велосипеде и не страдать всякими болезнями... То необходимо приобретать именно такую обувь. Как она еще раз называется? Контактные педали. Вот это да. Очень много интересного, да? А Владимир, мы бы попросили, хотели бы попросить вас тоже продемонстрировать ваш снаряд, скажем. И у вас все-таки уже другие, да? Другой велосипед, это шоссейный велосипед. Посмотрите, он, во-первых, размерами, да? Как таковыми. Ну, возможно, это не видно у нас на экранах телевизора, но реально здесь все намного тоньше, да? Это прямая противоложность горного велосипеда. Это шоссейный велосипед. Ну, самое главное, что бросается в глаза, это тонкие колеса, это низкий вес. Он создан для скорости. Так, тут нет амортизатора переднего, это главное отличие. Он весит очень много, он весит очень мало, как бы для скорости создан. Руль. Тут стоит прямой руль на горном велосипеде, на шоссейном велосипеде всегда руль булхорн. То есть руль баран, как рога барана. Для чего? Это для удобства? Нет, это не для удобства. А для чего? Это делается для аэродинамики. Вообще так, садитесь, и с посадка на велосипеде становится более аэродинамичная. То есть более спортивная, и вы можете ехать быстрее. Ну, это тот самый велосипед, который мы обычно наблюдаем на больших гонках, да? Которые показывают по телевизору. Ну, это, допустим, Тур-де-Франс, там, Жиро де Италия. Я вижу здесь определенные датчики. Что же это такое? Это велокомпьютер. Он измеряет скорость, он измеряет количество оборотов педалей. Ну, то бишь, как быстро я кручу педали. Так, и тут есть километраж, средняя скорость, постоянная скорость. Это компьютер полностью, да. Это практически как у автомобиля, да? Да. Контролируешь все вот в этом маленьком датчике. И вот на этом велосипеде вы в день по 140 километров можете намотать, да? Ну, когда как. Как получается. Как нам сказал вот до этого Андрей, что вот такие велосипеды горные у нас преобладают в городе, да? То есть их достаточно просто приобрести. Сейчас, что касаемо вот шоссейных велосипедов, доступны ли они у нас сейчас в городе? Я бы не сказал, что они очень доступны. Их как бы сложно купить. Это очень специализированный велосипед. Ну, век развитого интернета заказать, в принципе, не составит труда, если человек захочет. А так в городе, ну, они не пользуются популярностью, соответственно, продавцы не возят их. А вот на нем удобно передвигаться по городу или все-таки? По городу удобнее все-таки на горном велосипеде. То есть это в основном только вот для именно фанатов, да? Да, для спорта, для соревнований. Для того, чтобы заняться спортом, да. Он создан, да, еще он создан только для асфальта. По обычной дороге просто на нем сложно ехать. Отлично. Спасибо, да. Спасибо большое. Причем для хорошего асфальта. Для хорошего асфальта. То есть у нас хороший асфальт только на Велийском тракте. И, соответственно, на шоссейнике вот это можно только там кататься. Начальный ценник на шоссейный велосипед начинается от 60-70 тысяч. И это только под заказ. То есть в городе нигде. Вот вы, наши парни, да, гости, такие отчаянные настоящие фанаты, мне кажется, да, велосипедного спорта. А Ия загадочно улыбается, потому что она говорит, что, в принципе, она как бы больше не спортсмен, а просто любитель велосипедного спорта. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к велосипеду, да, и что это вам дает самое главное? Пришла я к велосипеду очень просто. Когда у меня подросли дети, я подумала, что все в детстве мы катались на велосипеде, и детям тоже надо кататься на велосипеде. И приобрела велосипед на 20-дюймовых, на маленьких, относительно, колесах для детей. Дети покатались немножко, покатались, ну, и как-то интерес немножко у них завял, и для него начала я кататься. Потом родные мои посмотрели, ну, раз ты так много катаешь на велосипеде, вот они мне купили, подарили данный велосипед, и вот с тех пор я... И не зря, теперь вы у нас победитель, да, городских, республиканских соревнований. А у меня возникает вопрос. Мы уже затронули тему детского велоспорта, и у нас в городе проводятся различные маленькие такие чемпионаты, да. Я даже знаю, что вплоть до того, что двухгодовалые ребятишки уже могут участвовать в соревнованиях на таком мини-велосипеде. На беговеле. Беговел. Беговел, да, и я видела этих маленьких, совершенно малышек, но они уже могут передвигаться на таком транспорте, как велосипед. И вообще с вашего, ну, по вашему мнению, с какого возраста ребенок может сесть на велосипед? Их самое главное, как себя обезопасить? Ну, вообще специалисты говорят то, что от полутора лет уже можно кататься. От полутора лет. Да, и у нас в городе тоже катаются. Это вот беговел, получается, это как мини-велосипед без педалей. Дети садятся на седло и передвигаются, ну, ножками, да, передвигаются. У них развивается моторика, баланс, ноги тоже, и как бы... Чувствование. В общем, это очень полезно. Хорошо, а что касаемо детей, которые передвигаются вот уже на таком основательном велосипеде, ну, школьного возраста, к примеру? Ведь у нас все равно культура передвижения, ну, в нашем городе, ну, она мало развита, да? То есть у нас нет, по сути, различия автомобилист. Прямо скажем, опасно, да? Да, автомобилист это или велосипедист. Вот как родителям, нашим телезрителям обезопасить своего ребенка, ну, вот, светоотражатели, еще что, как... Что можете посоветовать? Ну, вообще, я бы посоветовал светоотражающую одежду. Это флюоресцентные всякие куртки с отражателями везде. Потом обязательно нужно шлем иметь. Вот он такого плана. Это, ну, самый обычный, как бы, шлем и очки. Очки, они предотвращают вот попадание в глаза комаров, пыли и всяких. Это не модный аксессуар, это средство защиты. Да. То есть, да, вот когда смотришь, да, велосипедиста, который весь в очках, в шлеме, да, это, на самом деле, это необходимость. Да, потому что, если даже вы уверены в том, что вы не попадете никуда, не натолкнетесь ни на кого, то у меня был случай, когда я просто ехал по тротуару, ну, там, спокойно, в маленьком темпе, и тут на меня со всей скорости сбоку... Другой велосипедист. Да, другой велосипедист, и если бы у меня не было шлема, то я мог бы сильно удариться. То есть, такие аварийные ситуации происходят даже не обязательно между пешеходом и велосипедистом, автомобилем и велосипедистом, а также между самими... Между другими велосипедистами. Такие случаи, возможно, да? Да, может быть, даже такое, что вы по правилам дорожного движения будете ехать, ну, по правилам дорожного движения надо по правой стороне дороги ехать. Вы будете ехать, и тут вам навстречу другой велосипедист с угла выскочит, и будет лоб-лоб, и... То есть, нужно основательно подходить именно к безопасности. В общем, детям обязательно надо знать правила дорожного движения. Мне кажется, и водителям тоже неплохо было. Не помешало бы, да? Также, кроме этого, нужно иметь передний фонарь и задний. Передний светлый, ну, он как бы сигнализирует о том, что кто-то едет по дороге, и задний. Соответственно, маячок как раз, он разыгрывается у нас. Можете позвонить по телефону, вопрос уже был задан ведущими. Да, итак, у нас как раз-таки мы задавали вопрос именно про велоспорт. Кто был первым председателем Федерации велоспорта? И правильный ответ у нас был Макаров Илья Петрович. И правильный ответ нам дал Романов Юрий, чей номер телефона заканчивается на 4274. Поздравляем, вы становитесь обладателем вот такого фонаря. И на это время, к сожалению, нашего эфира подходит к концу. Поздравили победителя, успели. И мы сегодня поговорили с нашими уважаемыми гостями о велоспорте. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что у вас все будет на дорогах замечательно и хорошо. Ну что ж, увидимся. Через неделю, как всегда, спортклуб вас ждет.